гиперион 8 по размеру спутник сатурна назван в честь титана гипериона старшего брата кронос который был отцом зевса но мы сейчас не об этом открыт 16 сентября 1848 года в радиусе охватывает примерно 135 километров судя по плотности гиперион состоит на 60 процентов из водяного льда с небольшой примесью горных пород пористость гипериона составляет около 0,46 а значит что внутри спутника скорее всего много пустот на первом снимке гиперион кажется будто он состоит из подобия гигантских пчелиных сот сходящихся к центру этого спутника сатурна это впечатление усиливает удачные тени и кратеры которые находятся на переднем плане самый глубокий из них 10 километров на этом снимке сделаны станции кассини 2015 году с расстояния 38 тысяч километров уже видно что поверхность у гипериона однородно а эти соты скорее всего следствие рыхлости породы из которой состоит гиперион на снимках с других ракурсов поверхность гипериона действительно похожи на пористую губку боб нет просто губку дело в том что метеориты на большой скорости врезались в его рыхлую поверхность и уходя далеко вглубь образовывали конические воронки вместо классических плоских кратеров гиперион является одним из самых больших тел в солнечной системе которая при своих размерах не смогло принять форму сфер то есть не находится в гидростатическом равновесии для сравнения можно рассмотреть спутник мимос который является пожалуй наименьшим телом солнечной системы но спутник мимос находится в гидростатическом равновесии и при этом не сильно превышает гиперион по размерам однако здесь стоит сравнить их массы масса гипериона составляет всего около 15 процентов от массы мимоса то есть гравитация на гиперионе гораздо меньше что не позволяет породе стекать и скатываться в направлении центра масс для достижения формы сферы есть предположение что такая форма гипериона может объясняться тем что он является остатком более крупного тела которая распалась из-за столкновения в незапамятные времена несмотря на то что гиперион состоит из-за льда его отражающая способность довольно мало всего 0,2 здесь можно вспомнить про такой же ледяной энцелад у которого постоянно обновляющаяся ледяная поверхность отражает до 80 процентов солнечного света то есть альбедо 0,8 десятых интересное то что свежие склоны кратеров белый а на дне находится скопление темного вещества скорее всего таким же слоем пыли но тоньше покрыты и более старые участки поверхности гиперион является одним из немногих тел в нашей солнечной системы которая вращается вокруг своей оси хаотично другие спутники планет обычно всегда обращены к своей планете одной стороной а вот гиперион не подчинился этому правилу настолько что вообще невозможно предсказать когда и какой стороной он повернется к сатурну такое поведение гипериона объясняется тем что сравнительно сильная вытянутость его орбиты наложилось на орбитальный резонанс с титаном крупнейшим спутником сатурна именно поэтому гиперион покрыт кратерами равномерно ведь он постоянно подставлялся под встречный поток метеоритов разными своими сторонами а например у япита идионы полушария заметно отличается друг от друга по количеству кратеров и по составу поверхности до гиперион конечно хоть и небольшой спутник но по своему очень необычный и интересный а и а а а и а